В Артеке подвели итоги всероссийского конкурса «Большая перемена». В нем принимали участие 2,5 миллиона учеников. И вот фрагмент видеообращения президента. Дорогие друзья, у вас сейчас есть все возможности для того, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете. В полной мере раскрыть, реализовать свои способности. И это очень важно. Ведь достижение сегодняшних школьников, молодых людей определяет будущее нашей страны. Такие успехи, уверен, непременно будут. А опыт, который дает участие в «Большой перемене», послужит для них твердой опорой. Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи. Это вера в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И, конечно, это крепкая, надежная команда единомышленников. Еще раз поздравляю всех, всех победителей и финалистов «Большой перемены». Желаю вам новых побед в жизни и всего самого-самого доброго. Победителями стали 600 человек. Половина из выпускных классов они получат по миллиону рублей, которые могут потратить на образование. Остальные по 200 тысяч также поощрят педагогов. Большие гранты предусмотрены и для лучших 30 школ. Все детали у Евгении Петрухиной. Это первый всероссийский слет проекта «Большая перемена». Здесь, в Крыму, сегодня только самые активные участники конкурса. Одних только победителей, финалистов этого года 600 человек. Но только как соревновательную площадку «Большую перемену» здесь уже давно никто не рассматривает. Говорят, «Большая перемена» — это сообщество, где школьники, учителя, наставники. И эксперты равны. Квест по финансовой грамотности для подростков разработал 11-классник Дмитрий Корчагин из Москвы. Говорит, готов в интерактивном формате научить сверстников разбираться в налогах, платежках ЖКХ и даже расскажет, как не поддаться на уловки мошенников и не потерять деньги. Многие подростки не знают основных аспектов жизни, в принципе, экономики. Так как экономику я очень сильно люблю, я понимаю, что я могу помочь нашим сверстникам. Диана Калстян в рамках своего проекта мечтает посотрудничать с Германом Грефом. Школьница намерена снимать образовательные тикток-ролики для будущих предпринимателей. Вы хотите, чтобы Герман Греф коротко в тиктоке рассказал свою историю успеха? Да. А большое такое видео будет опубликовано на цифровой платформе. Как лекция? Да. Площадка для «Большой перемены» теперь будет в каждом регионе страны. Базами станут оздоровительные лагеря и школы. Вместе с Министерством просвещения мы приняли решение о том, что у нас сейчас по поручению президента реализуется комплексная программа капитального ремонта и реконструкции школ. И вот в техническое задание при капитальном ремонте каждой школы и в обязательное техническое задание при строительстве новых школ будет закладываться создание отдельного пространства для ребят. Потому что все они говорят, что для них крайне важно, чтобы у них было свое пространство для сообщества, для клубов «Большой перемены», чтобы они могли вместе собираться. Вот так собираться вместе они будут и дальше еще не раз. Впереди у финалистов конкурса «Большое путешествие по России». 250 маршрутов на выбор. Их сами же участники и придумали. Росмолодежь и Ростуризм идею поддержали. Мы приветствуем, когда проект реализовывается вместе с учителями, с наставниками, с родителями. Потому что вы знаете, что пространство «Большой перемены», опять-таки оно, конечно, прежде всего детское, прежде всего подростковое, оно для ребят. Но, тем не менее, у нас порядка 123 тысяч учителей-наставников, которые в проекте. У нас больше 150 тысяч семей, которые участвуют в проекте. И это вот тоже, пожалуй, одна из таких самых, одна из таких ярких, отличительных особенностей этого года. Потому что у нас было большое количество мероприятий, внутри «Большой перемены», которые были посвящены вообще сближению поколений. Даже если проект не победил на этой «Большой перемене», участники не будут отказываться от идеи, а наоборот, разовьют ее дальше. Говорят, так появляется дополнительный стимул учиться. Тем более, что для студентов на платформе «Россия – страна возможностей» есть аналогичный конкурс «Твой ход». Его, кстати, придумали школьники на одной из «Больших перемен». Евгения Петрухина, Вадим Прусов, Мурсал Мамедов, Алина Зыкова. Вести Республика Крым.